Всем привет, ребята, с вами Мишелк 2010, и сегодня мы не играем в игру под названием Саввы Симулятор 3D. Да шучу! Мы с вами играем в игру под названием Саввы Симулятор 3 Москова Эдишн. И да, мы сегодня играем в старую версию игры. А, ну этот поезд я пока купить не могу, но можем покататься на этом поезде. Зато можем его перекрасить. Вот, тут разные цвета, и это ничего не стоит. Ну, давайте этот выберем. Цвет. Вот такая вот игра. Это старая версия игры. Это самая первая версия, в которую я играл в 2015 году. Ну, погнали выбрать. И в этой игре представлена самая настоящая кольцевая линия московского метро. Погнали. А, тут похоже упоминание вот этого события в Санкт-Петербурге. Ну, те, кто смотрел новости, тогда те поймут. Да и вообще все это должны были знать. Вот, мы здесь все подключаем, но можем и пропустить. Ну, зачем? Вот. Разгоняемся. И в чем прикол? Если мы сейчас с вами разгонимся, то поезд сам затормозит на станции. Сейчас мы это проверим. И даже здесь есть информатор. Это очень круто. Слышали? Вот, автоматический информатор. Открываем. Здесь нельзя поворачивать камеру, здесь только вот так вот можно смотреть. Вот такая вот красивая станция. Это Новослободская, где очень много таких вот витражей. Ну, все, закроем двери. Двери закрываются. Следующая станция. Проспект Мира. Вот, следующая станция. Проспект Мира. Здесь можно переключать виды. Но их тут мало. И они не очень интересные. Тут всякие вот такие пересечения смешные. Но в эту игру я играл в принципе. Очень прикольно. Я всем советую. Ее можно будет скачать. Ссылку я оставлю в описании. Ссылку на скачивание оставлю в описании. Вы тоже сможете поиграть в эту игру. Ну, тут некоторые станции не очень будут интересные. Тут две самые красивые. Новослободская и Комсомольская в этой игре. А так-то... Ладно, что закрываем двери. Двери закрываются. Следующая. Все, погнали. Комсомольская. Все, следующая Комсомольская. И просто наслаждаемся поездкой. И просто наслаждаемся поездкой. По таким вот прикольным тоннелям. Игры нету в плеймаркете. Игры нету в плеймаркете. Она есть. Просто видите, сависимлятор 3, московый аудишн скачать. И все. Ну и можете перейти по моей ссылке, которая будет в описании. Я уже третий раз это сказал. Они доехали. Но ничего страшного. Станция большая. Кстати, это, если что, реальная Комсомольская. Вот на кольце самые красивые станции. В Москве. Хоть я не в Москве живу. Вот помните две те станции из прошлого видеоролика? Все, погнали дальше. Следующая Курская. Вот такие тут пересечения. Не знаю, что это такое. О, здесь я слышу великий этот звук, который есть до сих пор. Вот за 8 лет, в чем прикол, звук сависимлятор 3D в менюшке никак не изменился. Ну, то есть, вы понимаете. Такс. Сели там или как? Ну, ладно, все. Кто не успел, тот опоздал. Все, погнали. Кстати, здесь даже штрафы дают. Дают за превышение скорости. Проехать станцию здесь невозможно, потому что поезд тормозит автоматически. Так что тут можно получить штрафы. Ну, Гудок здесь тоже есть. Такой же. Таганская. Прикольный симулятор, на самом деле. Хоть и довольно-таки простой. Реальное кольцо здесь. Правда, станция не очень, наверное. Хотя... Смотри, какие... Ну, такие станции, это стандартные. Сависимлятор 3D. Все, отправляемся. Павелецкая. Там я знаю переход на замоскворецкую линию. Здесь я знаю, в реальной жизни на всех станциях есть переход. На любую линию. Так вот, такие тут перегоны маленькие. В реальной жизни за 12 минут ее не проедешь. В реальной жизни там где-то минут 40 будешь ехать. На самом деле, я знаю. Либо полчаса. Я точно не знаю. Я не в Москве живу. Те, кто москвичи, напишите в комментариях. Офига, сколько уже пассажиров. 98. Все, отправляемся. Добройнинская. Ну, кстати, в паузе здесь в меню вернуться, переиграть. Ну, вот вернуться. Так, в паузе тут ничего интересного. Кстати, мы уже пол кольца с вами проехали. Добройнинская. Добройнинская. Почти как по реке, только чуть-чуть подальше можно еще проехать. Чуть-чуть телефон сейчас не выпал. Вон, центральный зал, так красиво это все выглядит. Осторожно, двери закрываются. Все. Следующая станция, октябрьская. Тут сейчас покажу вам составы разные. Вот сейчас я катаюсь на номерном. Так, сейчас вот октябрьская, по культуру киевская, по красно-пресненская. Опять станция еще, пацаны. Да, девочки, если они не смотрят. Но особо меня девочки не смотрят. Тормозим. Я только не понимаю, почему здесь центр показывает. Вот так это игрушки я ставлю 5 из 5 на самом деле. Потому что, ну игра очень прикольная, согласитесь. Из центра. Давайте сейчас. Все. Погнали. О, в горочку. Парк культуры. Ну, сейчас некоторые станции вам будут знакомы. Вот на карте Москва, в обычном СА8-3Д, там станция с кольцевой линией, вот с этого СА8-3Д раскопирована просто. Просто их вставили там и все. А здесь вот прикольная станция. Вот парк культура. Здесь переход, я знаю, на скольческую линию. Которую сейчас вообще до коммунарки продлили. Хотят в Потапово продлевать. Вот такие зеленые потолки. На самом деле действительно похоже на парк культуру, но такое, знаете. Просто взяли проспект мира, нарисовали сверху зеленый потолок и все, они считают за станцию. Хотя, в принципе, неплохо, что я могу сказать. А мы уже на этой линии 9 минут. А вот следующая киевская, 3 станции осталось. Нормально. Помните, метро-8миллятор Прага играли? Мы там с вами полчаса катались. Кстати, ребят, мне стримить метро-8миллятор Прага? Может быть, прокатимся по линии. Будет круто. Киевская. Здесь переход, по-моему, сразу на две линии. Тарбатско-Покровская и Филевская. С Краснопресненской я помню на Таганско-Краснопресненскую там. Только там не Краснопресненская на Таганско-Краснопресненской, а Баррикадная. Не знаю почему. На Белорусской, на Замоскворенскую переход. Хотя она вообще горско-Замоскворенская на самом деле называется, но... Просто я знаю. Закрываем. Ой, не до конца выжил. Вот Краснопресненская. Блин, на самом деле, тоннели прикольные очень. Ну что тут в кабине? Ну особо-то ничего. Вон там столик со списанием. Плитка. Кстати, сейчас по кольцу мы едем по часовой стрелке вроде как. Или нет, я не знаю, честно. Не знаю, честно. Едем мы сейчас... По-моему... По часовой мы едем. Что тут есть, кстати, в кабине? Телефон для связи с диспетчером. АЛСР здесь есть. Скоростимер. Давление измерять. Внутри. Ну, опять-таки, физика. Вот. Расписание. Кружку, чтобы попить. Это расписание в электронном виде. Ну и всякие тундлеры тут. И вот этот рычаг. Для того, чтобы остановить поезд. Здесь мы можем сейчас завершить рейс или продолжить рейс. Но мы с вами завершим. Эм. Сейчас. Так, вот я вернулся. Не знаю, с чего у меня сейчас была реклама. Честно, вот не знаю. Вот, смотрите. Так. В ремонт. Пусть чинится. Вот. Дальше смотрим. Такой поезд. Купить, ну, за 10 тысяч золота. И вот за 250. Ну, не могу купить. Этот доступен только с 40 уровня. Это 60, но он там не ездит, в принципе. Вот русич прикольный. А вот тут настройки есть. Вот изображение мель, час, километра в час. Настройки, ну, и громкость. Особо тут ничего нет. А, какой поезд. Ну, что ж. А всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Всем удачи. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok